Здравствуйте, мы сегодня проводим профилактическое мероприятие детское удерживающее устройство. Мы проверяем всех водителей, которые перевозят детей на предмет соблюдения правил дорожного движения перевозки пассажиров. Екатерина Козина и ее сын Иван сегодня с прогулки домой вернутся с подарками. Их остановил экипаж ДПС, но не чтобы оштрафовать, а чтобы проверить, соблюдает ли женщина правила перевозки пассажиров. Екатерина – водитель ответственный, а потому не трогается с места до тех пор, пока ребенок не пристегнут. Даже если на секунду, даже если чуть-чуть проехать, все равно надо пристегивать детей. Они нам дорогие дети, здоровье самое главное, на всякий случай, вдруг авария. Напомнить автолюбителям, что здоровье и безопасность детей в машине полностью зависят от сознательности родителей. Такова цель профилактического рейда детское удерживающее устройство. Сотрудники ДПС отмечают, большинство самарских водителей правила соблюдают. Но есть и те, кто беспечно относится к этой обязанности. С начала года остановили 865 недобросовестных мам и пап. Я предполагаю, что в основном водители нарушают данные правила дорожного движения ввиду собственной недисциплинированности. Безопасность ребенка лежит в основном на водителе. У нас правила дорожного движения не подразумевают дальние или близкие расстояния. Когда сажаете ребенка в машину, его обязательно нужно пристегнуть. Перевозить детей до 7 лет нужно в специальных удерживающих креслах. Для ребят постарше подойдут подушечки-адаптеры, которые помогут расположить юного пассажира так, чтобы ремень безопасности проходил через плечо, а не шею. Недобросовестным водителям грозит штраф в 3000 рублей. Но это не самое страшное, ведь ребенок без специального устройства может получить травму в непредвиденной дорожной ситуации. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.